Всем привет, друзья и гости канала! Спасибо, что смотрите обзоры от Веры из магазина Светофор, город Каменск-Уральский. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы ещё не успели этого сделать. У нас много интересного! И сегодня будут и новинки, и дегустация. Посмотрим и ассортимент магазина. Желаю вам приятного просмотра! И начать хочу вот с такой новинки – томаты черри. Они очень вкусные и гораздо полезнее крупных помидор. 99,90 за 1 килограмм томаты башкирия, но на пластиковой коробочке происхождение Египет. Ну и ладно, главное, в помидорах черри много витамина С, что зимой очень полезно. Рядом ещё витамины. Целая гора лимонов. Новый завоз. Выращенные привезены из Турции. Цена 65 рублей за килограмм. Практически даром. Мне очень нравится этот сорт. У этих лимонов тонкая кожура, и они не такие кислые. В продажу поступил свежий арахис, очищенный и не жареный. Выращенные привезены из Бразилии. Арахис улучшает работу мозга, внимание и память. Это профилактика болезни Альцгеймера и даже онкология. Но есть и противопоказания. Арахис делает кровь более густой. Это вредно для больных варикозом и тромбофлебитом. Так что будьте осторожны. Давайте посмотрим рыбу. Тем более, что сегодня здесь новинка – толстолобик. Вот нам раскрыли толстолобика, показать, как он выглядит. И напоминает карпа. Ростовская область. Ну, чешуя у карпа, конечно, побольше, покрупнее. Ну, похож, да, немножко чем-то на карпа. Толстолобик я не покупала еще и не готовила. Не знаю его вкус. Цена 113 рублей. Дальше селедка. Сель 97 рублей. Макрурус на любителя. Макрурус. Я лично больше его пока готовить не собираюсь. Кто еще не видел, у меня есть видео, где я тестирую эту рыбу. Конкретно на любителя. Цена 132 рубля. И кита. Ну, очень огромная рыбина. Потрошенная и без головы. Цена 326 рублей. Продажи есть скумбрия. Тоже несколько рыбок в упаковке. Филе горбуши. Ну, с виду вроде бы хорошая рыбка. Можешь бы купить. Цена 234 рубля. И филе минтая. Вот посмотришь, вроде бы неплохое. Приносишь домой, могут быть сюрпризы. Филе минтая 199,90. Были ваши хорошие отзывы про фарш минтая. Такие большие упаковки. Фарш из минтая 144,80. Ну, котлеты аппетитные, я уже рассказывала. И тоже неплохие. Один раз можно попробовать. Кто еще не пробовал. Цена 109 рублей. Суперконцентрат для белья. Но некоторые его добавляют в воду при мытье полов. Или добавляют даже в утюг к приглажке. 81 рубль за 2,7 литра. Гель для стирки. Но нужен специальный отсек. В стиральной машине должен специальный отсек, куда заливать этот гель. У меня лично нет. Хотя стиральная машина куплена не так давно. Жидкость для мытья полов и стен. Мистер Пропер. Я купила и пользуюсь. Свежинка. Таблетки для посудомоечных машин. Были от вас хорошие отзывы. В упаковке 60 штук. 218 рублей цена. Как только у меня кончатся мои старые таблетки для посудомойки, я обязательно воспользуюсь свежинкой. Шампунь от Тимоты. Для любого типа волос. Это хороший, недорогой шампунь с приятным ароматом дикой розы. 63 рубля. Шампунь Сансилк с аргановым маслом. Густой. Отлично пенится. Волосы легко расчесываются. 86 рублей 320 миллилитров. Жидкое мыло для детей Лаура. Я пользуюсь им сама. Мне нравится. Покупала уже не первый раз. Экономный расход за 1 литр 80 рублей. Для садоводов привезли впервые вот такое удобрение. Перегной птичьего помета. И что важно, у него двухлетняя выдержка и термическая обработка. Удобрение гранулированное. И надо строго выдерживать дозировку, чтобы не сжечь корешки растишек. Объем 2,5 литра или 1,4 килограмма. Цена 54,60. Кто не успел купить еще семена, пока они есть в нашем светофоре, приходите. И овощи, и цветы, многолетники и однолетники. В этих наборах комплекты из пяти пачек разных сортов. Отзывы хорошие. Всхожесть этих семян стопроцентная. Хорошие отзывы и про этот грунт универсальный. 151 рубль за 50 литров. Отличный коврик на прорезиненной основе. 40 на 60 сантиметров. Коврик влаговпитывающий. У входных дверей такой очень даже незаменим в любую погоду. Цена 126 рублей. Фольга алюминиевая пищевая. Эконом. Рулон 30 метров. Ширина 30 сантиметров. 69 рублей. Губка силиконовая. Две штуки в упаковке. 6 на 12 сантиметров. На ней тонкие щетинки. Можно мыть ей не только посуду, но также овощи и фрукты. В этой губке не скапливаются и не размножаются бактерии. Хорошо пенится и не теряет форму. Пакеты фасовочные. Универсальные. На 3 литра. Большая упаковка. 600 штук. Стоит 74 рубля. Я такими пользуюсь постоянно. Они хоть и тонкие, но мне нравится их удобный размер. Мешки для мусора. На 40 литров. Цена 30 рублей. Но мне больше нравятся пакеты с завязками. На 45 литров. 30 штук в упаковке. За 53 рубля. Они подороже, но очень удобные. Я их уже покупала неоднократно. И я их покупала неоднократно. Гладильная доска Лина. Высотой 80 сантиметров. Но можно опустить и до 70. Мы с вами уже их видели. Есть приспособление для глажки рукавов. И выдвижная подставочка для утюга. Сама поверхность из МДФ. Чехол 100% хлопок. На ножках обязательно пластиковые наконечники. Цена 891 рубль. 612,90 стоит вот такая полочка. Полка универсальная из ДСП. Длина 93 сантиметра. Высота 35. Ширина 16. Стол кухонный, раскладной. Габариты 85 на 76 сантиметров. Цена 2529 рублей. Максимальная длина стола. Когда вы раздвинете, то максимальная длина его будет 1 метр 30 сантиметров. Комплект для уборки. Швабра с ведром. Меня спросили, зайдет ли эта швабра при уборке под диван. Если у вас эта высота от пола 4,5 сантиметра, как у меня, то все нормально получится. Цена 773 рубля. Произведено в Китае. Посмотрите мой тест этой швабры. Если кто еще из вас не успел этого сделать. Печенье овсяное с добавками. Но мне больше нравятся классические овсяные. Без добавок. Плоской формы. Они такие, похожие на пряники. 61 рубль за 500 граммов. Всеми любимые орешки с начинкой вареной сгущенкой. Отзывы от вас были хорошие. Состав неплохой. Орешки вкусные. Изготовитель. Город Перу-Уральск. Цена 159 рублей. Удобно купить вот такие наборы. Ассорти сказочная. Три вида печенья. Ромашка. Завиток. Орешки. И зефир в шоколаде. 161 рубль. Получается набор на любой вкус. Конфеты. Сладкое созвучие. Контирус. Может кто-то из вас пробовал такие уже? Отзовитесь. 182 рубля за 1 килограмм. Кукуруза консервированная, салатная, в зернах. 425 миллилитров. Китайское производство. 34 рубля цена. Рядом баночки кукуруза сахарная Краснодарского края, Россия. Торговая марка. Сохраняем традиции. Чуть подороже. 40 рублей. И мне захотелось сравнить кукурузу китайского производства и нашего российского. Какая больше понравится. Предлагаю сегодня проверить, какая кукуруза вкуснее. Или китайская. Справа баночка повыше. Или наша краснодарская кукуруза сахарная. Открывать кукурузу я хочу вот такой открывашечкой. Механической. Так, устанавливаем. И включаем. Которую тоже купила в светофоре. Так, и что? Поехала. Так, остановилась. Так, теперь открывать будем вот эту. Той же самой крывашкой. Вот. Это открылось. Посмотрите. Вот, красота какая. Так. Так, устанавливаем. И вот. Открыла полностью. Ну вот, наши баночки обе раскрыты. Ждут, когда мы их попробуем. Кукуруза китайская в высокой банке имеет прозрачный такой рассол. Цвет приятный, желтый. Наша кукуруза краснодарская. Вот такой у нее рассол немножко белесый. Сейчас будем пробовать, что за вкус. Обе они наполнены доверху. Баночки, как и положено. Ну, теперь осталось попробовать на вкус. Так, положим на одну тарелочку, чтобы наглядно было видно, как они рядышком. Чем отличаться будут. Ну вот, крупная, хорошая, такая твердая, чистая. Попробуем нашу краснодарскую. Ну, тоже неплохо выглядит. Немножко, может быть, не такая оранжевая. И посмотрите, у нее есть такие, как уже сдувшиеся, как оболочка одна. Вот, посмотрите. Вот. И таких я вижу несколько штучек уже. Вот еще одну нахожу. Вот. Это такая более такая жесткая по виду. Сейчас будем пробовать на вкус. Так, пробуем на вкус. Какая-то пресная. Хрустящая. Но пресный вкус непонятно, почему такая. И не сладкая, и не соленая. Пробуем нашу краснодарскую. Ну, тоже хрустящая. И здесь вкус мне больше понравился. Выраженный такой яркий вкус. И сахар чувствуется, и соль побольше соли. А это какая-то пресная. Ну, какой же мне сделать вывод. Все-таки я за нашу кукурузу. За российскую, за краснодарскую. Хотя у нее мне не понравились здесь пустые такие зернышки. Странно. Сейчас будем делать салат. Попробуем салат на вкус. И с той кукурузой, и с этой кукурузой. Вот такой салатик у меня получился на скорую руку. Благодаря вкусной кукурузе из краснодарского края. Хотя кукурузу я беру редко. Но в этот раз решила попробовать. Такой салат я сделала первый раз. Если вам интересно, как я делала такой салат, обязательно посмотрите мое следующее видео. Можно даже сказать, что это будет мой фирменный салат. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки. Пишите комментарии. И подписывайтесь на наш канал, если вы еще не успели этого сделать. Вам желаю хороших и нужных покупок. Но главное здоровья. Вкусной еды. И денег в кошельке. До новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok